Здравствуйте! Вы смотрите программу специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Михаил Владимирович Каратаев, заместитель главы администрации Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Михаил Владимирович! Добрый день! Наступил 2022 год, продолжается программа по социальной газификации на территории Одинцовского городского округа. Давайте подведем итоги ушедшего года. Программа социальной газификации у нас идет с 2021 года по поручению президента Российской Федерации. Эта программа затрагивает все населенные пункты, в которых уже есть газ. Соответственно, она подключает те дома, которые пока еще не были подключены к газу. Но, повторюсь, основной признак этой программы – это то, что в населенном пункте уже есть газ. Сколько на сегодняшний момент догазифицировано населенных пунктов на территории округа? В 2021 году удалось провести работы по 59 населенным пунктам. На этот год у нас план еще 111 населенных пунктов охватить данной программой. Какое число населения уже сегодня получает долгожданный газ? Программа у нас ведется с апреля месяца. С апреля месяца активно ведутся работы по прокладке трубопроводов. И по мере поступления заявок от жителей ведутся прокладка трубопроводов уже внутри участков. На сегодняшний день внутри участков были проложены и подключены дома в количестве 766 штук ИЖСа. Это позволило подать газ в порядка 2000 человек. И глава округа, и вы лично неоднократно выезжали на место, общались с людьми, с теми, кто уже получил газ, кто уже встал в эту программу. Что говорят жители? Насколько они довольны темпами и тем, как проходит эта программа? Жители очень рады тому, что у них появилось голубое топливо дома. Они благодарят правительство за то, что обратили внимание на эту проблему. И основной, конечно, тезис – это то, что жить становится комфортнее, повышается уровень жизни с точки зрения того, что отопление газом – это и дешевле, и безопаснее. И самое главное, что все работы, которые выполняются, они выполняются профессиональными специалистами и по очень доступным ценам. У нас по программе прокладка уличных сетей выполняется за счет «Особлгаза», а уже прокладка сети по участку и внутри дома, установка оборудования – это оплачивается жителям, но оплачивается по очень годным расценкам, и обычно эта цифра составляет гораздо меньшие суммы, нежели те, которые были раньше. Ну и, судя по тому, насколько быстро идет эта программа, то есть шаг от заключения договора до, собственно, прокладки получения газового топлива, он достаточно короткий. Как удалось этого достичь? Удалось этого достичь комплексным подходом. Губернатор Московской области принял решение о том, что газификация осуществляется не от заявок, а от потребностей. То есть мы собирали информацию о тех улицах, которые есть в поселениях, и по этим улицам будет проложен газ. А дальше уже житель подает заявку, и от этой уже проложенной трубы ему подается газ. Соответственно, у нас получилось так быстро начать программу и так быстро охватывать жителей, именно благодаря тому, что параллельно шла работа по проектированию прокладки и получению заявок от жителей. Ну и в том числе проводилось огромное количество мероприятий с участием старост, деревень, отдаленных. Потому что все-таки надо сказать сразу, что территория Одинцовского городского округа достаточно большая. Есть удаленные территории, и если бы это все медленно раскачивалось, то, наверное, таких цифр не было бы по итогам года. Конечно, хочется сказать большое спасибо всем тем активистам, всем старостам, всем людям, которые принимали участие в информировании населения, рассказывали, что, как и почему. Потому что вопросов очень много. Для жителей эти все вопросы очень актуальны и остры. И рассказать каждому, донести до них ту большую информацию, которая есть, это, конечно, требовало усилий. Поэтому, повторюсь, хотелось бы сказать спасибо всем тем людям, которые принимали участие в информировании населения. Но эта работа будет продолжена, мы ее не останавливаем в этом году. Поэтому параллельно со строительством также будет вестись информирование. Но хотелось бы еще отметить один нюанс. Жители очень остро реагировали на то, что при прокладке газопроводов остаются неблагоустроенные траншеи. То есть, они закопанные, но не асфальтированные пока. И это вызывало очень много вопросов. Здесь хочется сказать, успокоить жителей, что МОЗ «Облгаз» дал гарантийные письма на все свои проложенные трубопроводы и земляные работы. Но, первое, все работы по асфальтированию будут выполняться в теплое время. Ну, чтобы два раза одну и ту же работу не ели. Мы все знаем, что асфальт зимой ложить не очень правильно, поэтому благоустройство будет проводиться именно уже, когда позволит погодные условия. А второе, тоже с этим сталкивались. Очень многие жители почему-то были уверены, что если была дорога и по ней проложили газ, дорога грунтовая, то после прокладки газа ее сделают асфальтовой. Вот этого программа не предусматривает. То есть, если была грунтовая дорога, то ее восстановят также в грунте. Если она была отсыпана гравием, отсыпят гравием. Асфальт поверху никто класть не будет. Ну, это просто абсолютно разные программы, абсолютно разные мероприятия. И самое главное, финансирование в программе по газификации социальной для этого не предусмотрено. Поэтому здесь хотелось бы просто жителей еще раз проинформировать о том, что при социальной газификации благоустройство восстанавливается в том же объеме, в котором оно было до ее начала. Проводится и проводилась и проводится огромная работа по информированию жителей о том, как работает программа социальной газификации. Что сделано на сегодняшний момент? На самом деле сделано очень большой объем. В том числе телевидение нам очень сильно помогало. Было очень много выступлений и по телевидению, и в соцсетях. Проводились встречи с жителями схода. Порядка 180 сходов территориального управления у нас провели с жителями. То есть, это непосредственный контакт был встречи. Мособлгаз создал сайт, на котором можно посмотреть, когда будет сделана социальная газификация прямо в вашем населенном пункте. То есть, там интерактивная карта. Наведя на свой населенный пункт или даже на свой дом, вы можете увидеть, когда планируется его газификация. Единственное, еще раз хочу подчеркнуть, что социальная газификация касается именно территорий и населенных пунктов. То есть, в нее не входит СНТ. И, соответственно, СНТ – это уже отдельная абсолютная история, пока она за рамками социальной газификации. На сайте Мособлгаза сразу можно подать заявку. То есть, там есть калькулятор, который позволяет рассчитать стоимость прокладки газопровода по участку, прокладки газопровода внутри дома, установку прибора учета, установку котла, в том числе с покупкой котла, установка газовой плиты, приобретение газовой плиты, установка приборов безопасности газа и сдача всего этого в эксплуатацию. То есть, это все можно посчитать сразу же на сайте. Тут только хочется отметить, что в эти работы не входят дымоходы и не входит вентиляция, приточная вытяжная вентиляция, которая также будет необходима в помещении, где будет установлено газотопочное оборудование. Это дополнительная работа, которую житель может провести сам, либо своими силами, либо привлечь сторонних подрядчиков. Но оценить, сколько нужно на это средств, он может сразу на сайте, посмотрев, выбрав тот или иной три пакета, базовые, средний и премиум в оборудовании. Соответственно, оцениваете, сколько это вам обойдется, и вы можете рассчитать свои силы. Для тех, кто не сможет сразу заплатить такую сумму, Мособлгаз предусматривает рассрочку. Шесть месяцев рассрочки, они позволят разложить платежи на более длительный период. Но все сделано для того, чтобы газифицировать дом, было максимально комфортно. Да, именно программа, она заточена на то, чтобы житель максимально комфортно и максимально в упрощенном порядке все сделал. Ну, здесь небольшой пример. Когда начиналась программа, для того, чтобы оформить документацию, надо было оформить 12 документов. Там порядка 50 страниц разных текстов. А сейчас нам нужно всего три документа. И тут тоже про документы хотелось бы отдельно сказать. Для того, чтобы по программе социальной газификации подключить свой дом, нужно, чтобы был оформлен земельный участок. Нужно, чтобы был оформлен сам дом. То есть, должны быть свидетельства. Ну, раньше это были свидетельства, сейчас запись в реестре о том, что участок ваш, дом ваш, а не оформлен должным образом. Ну, и, соответственно, скан паспорта нужен. То есть, три документа нужны для того, чтобы подать заявку. Дальше уже к вам приедет специалист Мособлгаза и отдельно уже обсчитают, определят трассу, как проходить. Потому что, ну, прохождение трассы по уже благоустроенным участкам – это отдельная большая работа. Потому что у кого-то уже клумбы посажены, у кого-то тропинки организованы. То есть, мы понимаем, что строительство ведется уже в обжитой территории. Здесь Мособлгаз идет навстречу. Да, это влечет за собой изменение стоимости трассы, потому что длины меняются. Трудоемкость другая. Но это позволяет жителю сохранить благоустройство на своем участке, впервые в данном виде. Как работает мобильный офис социальной газификации на территории округа и насколько он востребован? Мобильный офис – это автомобиль, специально оборудованный для приема граждан. Он ездит по территории согласно графику, который нам дают территориальное управление. То есть, мы постарались здесь максимально услышать территориальное управление, их видение того, где и когда нужен этот мобильный офис, чтобы жители могли комфортно прийти и подать заявку. То есть, в основном, конечно, мобильный офис у нас ездит по удаленным деревням, потому что можно в Одинцово прийти в офис Мособлгаза. И стационарный офис Мособлгаза, социальная газификация мы открыли в деревне Чистцы. То есть, в принципе, у нас большие территории охвачены уже стационарными офисами, а мобильный офис дополняет ту территориально удаленную историю, историю, которая нужна для того, чтобы жители не ездили куда-то, а к ним прямо в деревню приезжал мобильный офис. Михаил Владимирович, по итогам проведения программы социальной газификации, сколько всего будет до газифицировано населенных пунктов и какой охват населения? У нас по программе социальной газификации будет порядка 170 населенных пунктов. А в этом году, повторюсь, уже сделали 59. И 12 тысяч человек планируется подключить к газу. В прошлом году масштабная работа велась по проверке газового оборудования в ИЖС. Да. Расскажите об ее итогах. Эта работа, она и сейчас ведется. У нас на сегодня 52 тысячи домов ИЖС оснащено газом. И все эти дома должны иметь договоры на техническое обслуживание газового оборудования. Это обязательное требование законодательства. То есть, если у вас в дом поставляется газ, то у вас должен быть не только договор поставки газа, но и договор на техническое обслуживание газового оборудования. В первую очередь, это безопасность. Потому что мы все знаем, что любой механизм нужно обслуживать. Даже не ремонтировать, а именно профилактически обслуживать. Смотреть, как он работает, проверять его работоспособность. Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнений, что машина должна проходить регулярное ТО. Но почему-то очень у многих вызывает сомнение, что газовое оборудование не требует никакого обслуживания. Что это вещь, которая работает вечно, независимо от того, как она нагружена. А у котлы это объект повышенной опасности. Потому что там и нагретая вода, и выхлопные газы, и сам газ, который является взрывоопасной смесью. Поэтому обязательно необходимо, чтобы специализированная организация раз в год проводила техническое обслуживание котлов. Смотрела состояние всех прокладок, проверяла на предметы утечек, проверяла на качество работы дымохода, вытяжки. Для того, чтобы в помещении не было загазованности. Потому что газ природный, он специально обрабатывается деодорантами, чтобы появлялся вот этот специфичный запах газа. Вот тот запах газа, который мы называем запахом газа, это на самом деле не запах природного газа. Это запах деодоранта, который искусственно добавляется именно для того, чтобы можно было почувствовать, как он пахнет. Потому что исходный природный газ, он не имеет запаха. А вот сгоревший газ, выхлопные газы, которые образуются, он не имеет запаха вообще. То есть додорант сгорел вместе с газом, и запаха нет. То есть если котел работает нормально, то выхлоп у него не пахнет ничем. И в этом основная опасность. Потому что человек не чувствует того, что у него в помещении появился угарный газ, и от этого может погибнуть. И как раз одна из процедур, которая должна быть сделана при прохождении технического обслуживания, это проверка тяги дымоходов, проверка их герметичности. И это очень важно, потому что, повторюсь, угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, ни признаков. Это очень коварный газ, который, к сожалению, может привести к смерти. Поэтому обязательно нужно, чтобы газовое оборудование, систему вентиляции, систему вытяжки проверяли специалисты. В квартирах мы эту работу организовали. Сейчас у нас уже практически 100% квартиры охвачены договорами на техническое обслуживание, не только квартирного газового оборудования. А сейчас уже мы более 40% ИЖС тоже охватили такими договорами. И эта работа продолжится. Поэтому хотелось бы попросить жителей, чтобы когда к вам обращается староста деревни, либо представитель администрации о том, что сегодня на вашей территории будет обход по вопросу обслуживания газового оборудования, чтобы жители открывали дома, пускали и заключали договоры, если у них их нет, либо предъявляли действующий договор для того, чтобы можно было понять, что да, в этом доме все в порядке, за оборудованием следят и есть ответственные, кто будет отвечать, если что-то случится. Ну, потому что жизнь человека – это самая высокая ценность. И при обслуживании как раз важно, чтобы вся история, связанная с безопасностью, она очень разносторонняя, она была отработана, все мероприятия были проведены и никаких утечек не было. То есть газ, угарный газ, приточная вентиляция, вытяжная вентиляция, все в помещении, где установлено оборудование, работало так, как положено. – Что вывела проверка? Вот все-таки процентное соотношение добросовестных и недобросовестных собственников? – Ну, я бы не хотел такой термин применять. Тут скорее информированных и неинформированных. Очень много людей просто не знают, что нужно обслуживать это оборудование. То есть они когда устанавливали, им дали договор, они его заключили, один год оплатили и дальше забыли об этом. И поэтому к ним никто не приходит и они никого не вызывают. А по факту, ну, там есть очень много разных примеров, но один из примеров, который я лично видел, это когда внутри печной трубы рабочие забыли перчатку. То есть сечение трубы было перекрыто брошенной перчаткой. Не знаю, она сверху упала или просто положили и собрали трубу уже с перчаткой. Но труба имела не стопроцентное сечение, а там 50%. А если бы была проведена работа по замеру тяги, то было бы выявлено, что тяга для такого диаметра трубопровода недостаточно. То есть есть определенные таблицы, в которых показана, какая должна быть тяга при определенных диаметрах выхлопной трубы. Поэтому здесь именно вопрос в том, что только при техническом обслуживании можно такие вещи выявить. А современные котлы, которые еще имеют специальное нагнетание, они вообще очень критичны к подаче воздуха. А это тоже очень часто встречается. Отсутствие приточной вентиляции. Мы все любим пластиковые окна за то, что они не дают сквозняков. А в котельной тоже очень часто люди устанавливают пластиковые окна и забывают сделать приточную вентиляцию. Соответственно, котел начинает потреблять кислород. Воздух должен обновляться, а приточки нет. И начинает подсос из разных помещений. Обычно это из подвала через низ проходит. Но этого недостаточно, и котел начинает сдыхаться. То есть ему начинает не хватать кислорода для нормального горения. И, соответственно, начинает уже выхлоп давать. Ну, конечно, падает КПД. То есть растут затраты на газ. А второе, конечно, это начинает в помещение поступать не только тепло, но еще и продукты неправильного горения. Ну, соответственно, здесь тоже очень часто мы сталкиваемся с тем, что в части установки котлового оборудования люди либо забывают сделать вентиляцию, либо в ходе эксплуатации ее закрывают, потому что считают, что она не нужна, но из нее холодом веет. Поэтому здесь есть очень много нюансов, которыми должны заниматься специалисты. Которые доступны специалистам, и на которые специалист укажет при проведении технического обслуживания. А человек просто должен будет выполнить эти рекомендации. Повторюсь, если кто-то скажет, что вот они что-то требуют лишнее, в интернете доступны все документы, где прописаны все рекламенты, как должно быть оборудование установлено, и что должно быть в помещении, где оно установлено. Хотелось бы перейти к вопросу безопасности. У нас на сегодняшний день оборудование газовое само по себе достаточно безопасно, но ни для кого не секрет, что при эксплуатации газового оборудования есть риски затухания пламени, особенно это касается газовых плит, когда что-то пролилось, и газ продолжает идти, а горения нет. Для того, чтобы избежать их ситуации, на сегодняшний день есть приборы контроля газа. Они контролируют как содержание природного газа в воздухе, так и есть приборы, которые контролируют содержание угарного газа. Соответственно, эти приборы представляют из себя простые достаточно датчики, но они благодаря своей простите очень надежны. И дальше этот прибор может выполнить две функции. Либо подать сигнал о том, что повышенная загазованность в помещении, либо подать сигнал на закрытие клапана, который подает газ на прибор. Если мы говорим, например, с плитой, будет заглушено, физически отключен газ от подачи на саму плиту, либо на котел, если будет обнаружена загазованность в помещении. По данным приборам сейчас у нас проведена первая пилотная работа, 150 квартир мы установили эти приборы. И дальше будем устанавливать их по муниципальным квартирам. В этом году у нас запланирована установка во все муниципальные квартиры округа приборов контроля загазованности. За чей счет? За счет муниципалитета. Но, если говорить опять же о соотношении, то это только каждая пятая квартира с газом, она является муниципальной. Остальные квартиры, они частные. И здесь хочется призвать собственников к тому, чтобы они обратили внимание на свою безопасность, на безопасность своих близких. Но ни для кого не секрет, что очень часто такие ситуации с затуханием пламени случаются либо у пожилых людей, либо у детей, которые что-то поставили на плиту, заигрались, забыли, это все выкипело, и помещение начинает наполняться газом. Поэтому здесь установка данного прибора позволит снять данную проблему. Он перекроет газ в автоматическом режиме вмешательства, не нужно. А дальше восстановить газоподачу можно будет также без специалистов, просто проветрив помещение и дальше переключив его опять на подачу. Также есть приборы, они стоят чуть дороже, но они посылают смс на телефон, который вы указали. То есть здесь тоже есть такая возможность сформирования. Но сейчас все технические возможности есть для того, чтобы использование любого практически газового оборудования было максимально безопасным для человека. Да, да. То есть все, которое есть оборудование, оно уже безопасно, а дополнительные системы еще и повышают безопасность его эксплуатации в разы. Здесь просто хочется отметить, что жители пока данную идею воспринимают как нечто новое, как у нас принято. Сначала надо посмотреть, а как там будет. Поэтому как раз администрация приняла решение, что мы пилотно установим в муниципальные квартиры, чтобы соседи могли обсудить с соседями, что это за такие странные приборы, которые так работают. Вот. Ну, здесь хотелось бы еще как бы отметить, что данный прибор устанавливается достаточно быстро. То есть это не требует сварных работ, не требует каких-либо дополнительных работ, связанных с шумом, либо грязью, пылью. Вот. Но он требует доступа к трубе. То есть здесь основной нюанс это в том, чтобы у жителя труба газовая не была чем-то скрыта. Потому что очень часто наши люди при проведении ремонта эти трубы закрывают декоративными панелями. Единственное, что может встать на пути установки газоанализаторов. Спасибо, Михаил Владимирович, за интересную беседу. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале. До свидания.